В мае в Барнауле состоится событие, которое точно впишет Алтайский край в историю. У нас впервые пройдет Ночь предпринимателя. Это особое мероприятие, цель которого помочь начинающим предпринимателям теоретически и финансово. Победители этой ночи получат живые деньги на развитие своего дела. Кто может принять участие и в чем уникальность этого формата, мы говорим с организатором Ночи Ксении Тукало. Ксюш, здравствуй. Привет, Настя. Очень рада здесь присутствовать и рада всех видеть. Мы тоже рады тебя видеть. Скажи, пожалуйста, Ночь предпринимателя – это действительно ночь? Это действительно ночь. Это про время суток. Само мероприятие будет проходить с 22.00 до 3.00 ночи. Получается, город засыпает, просыпается предприниматель. Да, бизнес не спит. Бизнес не спит. В чем суть этого мероприятия? Задача вообще этого мероприятия, главная цель – помочь человеку, молодому, либо девушке начать свой бизнес. То есть не просто мероприятие ради мероприятия, а именно открытие своего бизнеса. Кратко рассказать, что будет, да? Да. У нас будут команды, 10 команд по 10 человек, которые будут принимать участие в борьбе за 100.000 призовой фонд. Будут даваться кейсы предпринимательские, обмен опытом, обмен знаниями и по итогу 100.000 рублей. Будет компетентное жюри, чуть позже о нем расскажу, которое будет присуждать баллы. Собственно, все будет честно, отбираться победители там. Как только команда из 10 человек определена, кто победил, они получают эти деньги тут же на месте. Они могут распределить между собой, поделить, могут отдать стартаперу, могут на благотворительность, то есть на их усмотрение. И главный этап, конечно же, это наши стартаперы, как мы их назвали, это молодые люди, девушки со своей бизнес-идеей, с проектом. Но главный критерий был для них призовой фонд 300.000 рублей, поэтому было важно, чтобы именно этих 300.000 рублей хватило на открытие своего дела. Также будут задания, короткий спич, жюри выбирают, и 24 мая мы узнаем, кто получит 300.000 рублей на открытие своего дела. Но после мероприятия работа с победителем не закончена. В течение двух недель мы будем анонсировать расходование этих средств, и действительно по итогу покажем, как он открыл и начал свое дело. Ну и хотелось бы в течение года, через год, от точки А до точки Б проследить, к чему все это привело. Мы за успешный бизнес. Если вернуться к самому формату, то есть они будут решать какие-то живые кейсы, какие-то задачи, я не знаю. Да, будут живые кейсы, задачи, не будет никаких лекций, нудных спикеров, абсолютно ничего. 20 минут на решение определенного кейса. Все это будет проходить в торговом центре, не будем называть его. Кейсы решили, 20 минут прошло, и каждая команда выходит на сцену. В это время зрители, они не исключают, у нас для зрителей будет своя программа и призовой фонд. Для зрителей? Для зрителей. Мы же увеличили бюджет, у нас должен был быть 400 тысяч рублей, теперь 500. Еще 100 тысяч рублей у нас будут заложены по разным сейфам. В каком-то 5 тысяч, в каком-то 20. И каждый сможет поучаствовать и подобрать год. Будут подстрастия к этим годам. Я надеюсь, что многие люди отгадают и уйдут с денежным вознаграждением. Но участников все равно задачи будут посложнее. Вот условно, например, дано такой-то бюджет, надо по итогу то-то получить, или более разнообразные задания в плане медийки, еще чего-то. Какие сферы будут затронуты? И медийка, и предпринимательство, и лидерство. То есть здесь нет, что у нас будет только про бизнес. Какие-то, не знаю, алгоритмы, или необходимо будет операционку отунуться. Будет все разнопланово. Это мероприятие точно уникальное для Алтайского края, но оно не первое в России, да? Да. Не буду скрывать, эту идею я взяла у молодежного комитета. Они разрешили ей воспользоваться, в авторстве за ними. Дорота Свердловской области у нас проявили это первыми. Ребята из Москвы, из Свердловской области меня поддержали, Екатеринбург, и дали возможность провести это мероприятие у нас. Единственное, у них был призовой фонд только на благотворительность определен, не обозначена сумма. Я решила сделать пользу, и так как я предприниматель, это моя боль, хочется помочь молодым людям реализовать свою мечту в более кратчайшей сроке. Что надо сделать для того, чтобы попасть на этот мир? А, и еще такой вопрос. Как человеку понять, на какой формат ему идти? Вот что бы ты посоветовала? Лично мое мнение. Конечно, стартаперов мы уже сформировали, одно место только осталось. Опять-таки, когда подаемся на стартап, важно понимать, что есть задание. У нас вход платный. Мы полностью сами формировали бюджет, но при поддержке, не спорю, нельзя сейчас называть партнеров, управлений наших, безусловно. Есть люди, кто нам помогают с бюджетом и вообще в мероприятии. Стартаперам можно приобрести билет также. Был такой, моя ошибка была в том, что один билет я отдала бесплатно. И необходимо было, у нас в стоимость билета входит не просто дело не в заработать деньги на стартапере, а именно медийность участника. Мы его анонсировать будем на баннерах, фотосессии, интервью. В студии будем записывать, знакомить в наших местных пабликах телевидения. И люди просто, то, что бесплатно, не ценятся. Поэтому у нас один из командовый был. Очень классный был проект. Я даже болела душой за этого человека. Но теперь у нас одно место ватантно. Можно купить билеты, есть официальный сайт. Но прежде чем покупать, я прям говорю, что сбрасывайте мне проект, чтобы я посмотрела, чтобы вы не зря купили билет и вас не отобрали. Тогда я просто верну деньги и все. Если у вас дарящие глаза, есть бизнес-идея, есть бизнес-проект, идем стартаперам. Но нет, важно, не зарегистрированы ИП, не самозанятые. Вы не действующий предприниматель, то что были такие желающие. А именно вы только хотите начать свой бизнес. Если вы предприниматель, либо хотите им стать, и вы не можете сидеть на месте, хотите принять участие во всей движухе, которая будет происходить ночью, также получить знания и опыт, то однозначно участник. Если же вы все-таки ночью в таком сонном состоянии и просто уже не успели попасть в категорию участника и стартапера, тогда зритель. Я думаю, зрителям тоже будет интересно. У них тоже будут интерактивные зоны, те же самые, где они будут постоянно менять локацию и принимать участие. Сколько уже участников заявилось? 25 мест точно есть для участников. 25 осталось, было. Но все равно это довольно большое количество. То есть вот такая помощь, она действительно востребована в Алтайском крае? Как поняла и получила обратную связь, что да. У нас есть много мероподдержки, есть разные гранты, субсидирования, но надо сделать ряд действий, собрать документации, в том числе послеотчетных, которые отсрачивают тот срок, когда ты можешь это сделать быстрее. Востребованность есть. Прям много было. Почему сделали стартаперам вход платный? Потому что было много, больше сотен желающих поучаствовать. Я поняла, что мы физически мы никак не отберем. А потом начнется сливание. А ты все это знаешь, потому что твоя деятельность как раз связана с помощью начинающим предпринимателям, да? Да. Вот это что за часть твоей жизни? Да, помимо бизнеса, моих разных направлений, я еще возглавляю комитет по правительной деятельности, предпринимательству. При опоре России возглавляю развитие предпринимательства в Алтайском крае и вообще в нашем городе, городе Барнауле. Поэтому постоянно взаимодействую с молодежью. И здесь не про деньги, именно вот эта активная деятельность, именно про то, что моя боль. Меня никто не учил, у меня не было возможности. Я училась на своем опыте, на своих ошибках, на своих болезненных ошибках. И поэтому моя вот работа с ними в этом и заключается, чтобы помочь обезопасить их. Подытоживая твой опыт, какие главные ошибки чаще всего совершают начинающие предприниматели, если их никто не курирует? Это не изучить целевую аудиторию, сразу же зарегистрировать ИП. Так было у меня. Второе, это не просчитывать все расходы, транспортные в том числе. Обязательно надо это делать. Не надо брать кредитов, если нет четкого источника дохода. Не надо брать кредит на бизнес, потому что может не выстрелить, а кредит останется. И, конечно же, не сдаваться. Вначале будет очень тяжело. Лично в моем случае у меня не было протяжей, родителей, мужа богатых. И много сложных ситуаций, в которых не надо сдаваться, и главное их преодолеть. Вот, наверное, еще ошибка — это быстро сдаются люди при каких-либо сложностях. Это тоже можно называть ошибкой. А вот фактор бюджета начального? Я раньше думала, что денег нет, ничего не можешь. Но я на своем опыте, наверное, уже историю мы их знаем. У меня была ипотека, был муж и маленький ребенок. Я работала в найме. Вначале юристом. Все знают зарплату по нашему городу. Ипотеку не закрыть. Затем работала, не спорю, на руководящей должности, благодаря моим темативностям. Но этих денег тоже не хватало. У меня вообще не было бюджета. Я с найма откладывала, по-моему, 50 тысяч. Она была, когда закупила первую партию. Первый мой бизнес был в магазине в деревне, откуда мой супруг. И там мы открыли магазин. То есть 50 тысяч я копила, открыла, прогорела. Ни целевку не изучила, ничего абсолютно. Вот моя ошибка. А потом, как без бюджета я стала делать, я стала покупать. Но опять-таки бюджет был. Я продала этот магазин. Остались эти уже тогда 83 тысячи рублей. Но я не стала их тратить на сумочки, на маникюрки, на все остальное. Я купила машину. Так как я юрист, мне близка сфера именно с юриспруденцией. С приставами тоже была знакома. Я начала перекупать эти машины на тот бюджет, который позволяет и продавать. Поэтому важно понять свои сильные стороны. Что ты можешь. Может быть мой совет такой начинающим предпринимателям, у кого нет бюджета. Минимальный бюджет все равно нужен, конечно. С нуля в кармане. Но это надо быть супер длинием. Над этим надо подумать. Можно заработать с нуля в кармане. Но все-таки лучше, когда есть какая-то подушка. То есть вот эти победные 300 тысяч, это действительно хорошая сумма, на которую уже можно что-то запустить. Например, бизнес-проект, я знаю, что у нас девушка претендует, она хочет обучать татуажи и делать услуги татуажи. Оборудование можно купить, обучение можно оплатить и аренду, особо аренду, кабинет можно оплатить на год. Вот из этих 300 тысяч рублей. А судя по твоему опыту, в какие сферы чаще всего заходят молодые предприниматели или хотят зайти? Вот если касаемо нашей ночи предпринимателя, это услуги красоты, услуги дезинсекции, психологи. Психолог у нас есть, Анна, желает стать. Она уже и работает и хочет открыть свой именно кабинет по услугам психологических. То, что актуально в наше время. Если касаемо предпринимателей вообще, не брать ночью предпринимателя, это абсолютно разные идеи. Я ездила в Рубцовск, молодежи, кто хочет стать предпринимателями. Один хочет открыть магазин, другой торговать стройматериалами, человеку 18 лет. Третий вообще хочет производить комбикарман и стать производителем. Это абсолютно разные, хотя возраст 18-23 года. Возвращаясь к мероприятию, понятно, что больше всего откликов от молодежи, потому что она, в принципе, более активна. Но, может быть, уже заявились люди среднего, может быть, даже старшего возраста, кто только начинает быть предпринимателем? Да. У нас одна девушка, Мария, она один из стартаперов. Она у нас работает на хорошей должности в городе Барнауле, и она хочет открыть свой бизнес. Причем у нее, знаешь, что детки есть, одного она не так давно родила. Ну, то есть плюс-минус нашей ровесницы. Не 18, не 20, не даже 30 лет. Начать свое дело можно в любом возрасте. Как начинаем смотреть про нынешних миллиардеров. Кто-то в 35, кто-то в 40, кто-то в 60. И формат игры в ночи предпринимателя, он тоже выбран не случайно, я так понимаю. Да. Я настолько это обидно бы не звучало, быть может, для всех, кто проводит мероприятие. Наш город насыщен лекциями. Когда мы просто приходим, мы уже думаем, когда все это закончится. Мы очень устали. Поэтому я против лекции на этом мероприятии, против каких-либо спикеров, о чем у партнеров просила, что не надо нам презентовать свои продукты. Ну вот, если хотите это сделать, давайте это делать в игровой форме. Люди устали. И тем более ночь. Но все хотят спать. Чтобы люди остались, надо что-то сделать, чтобы они продержались до трех часов ночи. Уже известен состав жюри? Мы делаем все-таки мероприятие такое серьезное. И люди, кто, думаю, будут в членах жюри, тоже важные люди в нашем городе, мы готовим справедливые письма, еще не всем отправили, ждем ответ. Конечно, хотелось бы и управление по развитию предпринимательства, и депутатов наших видеть, и других лиц. Поэтому сейчас прям четкая категория, кто будет, не могу сказать, но однозначно это будут важные люди в нашем городе, сто процентов. И причем не только из Алтайского края? Не только из Алтайского края. Также будут наши гости из Москвы, предприниматель, который строит коттеджи вообще по всей России, причастен к Думе в городе Москвы. Тоже, я думаю, его чуть позже обозначим. Еще важное уточнение, то, что и среди участников, не только жители Алтайского края, да? Да, конечно. У нас подтвердили уже Екатеринбург, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. Ростов-на-Дону. Это те города, которые точно приедут. Это те предприниматели, люди, которые будут сто процентов. Остальных еще ждем подтверждения. То есть прям уникальность еще в том, что предприниматели с других городов специально приезжают, спасибо огромное ребятам, и будут ночью с нами делиться своим опытом. Возможно, даже благодаря тебе Парнау может стать городом для развития предпринимательства вообще по округу. Я вообще очень надеюсь, что Ночь предпринимателя станет визитной карточкой нашего города, нашего Алтайского края. И правда, такое всероссийское будет объединение предпринимателей. Действительно, со всей России. Будем надеяться, что так и получится. Спасибо. Ночь предпринимателя пройдет 24 мая. Успевайте зарегистрироваться. Это было интервью с организатором мероприятия, Ксении Тукало. А мы увидимся в эфире. Субтитры подогнал «Симон»